вау стиле звездных войнов и кто же там спрятался еще кто же тут маленький лежит и дожидается своего часа штанишках серебряных ботинках по этим ручкам я понимаю что это тело абицу давайте раскрывать секрет все фанаты marvel трепещите ведь сегодня обзор на наташу романов и да привет друзья с вами анна но эту девочку вы точно узнаете когда я раскрою да это же скарлетт ехаться а прическа то модная какая скарлетт и приехала ко мне в домашней одежде и я думаю что тебе нужно подобрать костюм какой из них тебе подойдет что же будем начинать примерку черная вдова или наташа романов это супергероиня американских комиксов marvel уже как 10 лет скарлетт йоханссон исполняет роль наташи в фильмах вселенной marvel помните первое появление этого персонажа в железном человеке 2010 год неудивительно что в кино вселенной marvel появится фильм посвященный исключительно черной вдове покажи свое личико скарлетт все мы когда-нибудь из повседневной одежды превращаемся в супергероев чем ходит наташа свободное отдел время куртки с капюшоном в трениках и в футболке с зеленым тигром и в серебряных сапогах а-а-а ё-моё вот это у нее покрасилась рука давайте откроем другую и это такая же интересно это от черного костюма или от синей кофты мне кажется это черного костюма премьера фильма черная вдова назначена на май этого года тем временем disney story mattel еще осенью выпустили свои версии кукол у disney своя наташа романов у mattel своя причем в двух образах в черном костюме и белом беленьких было выпущено очень мало всего 5000 штук на весь мир на youtube очень много обзоров черной вдовы от mattel а вот от disney story я не поверите не нашла поэтому можно сказать у меня эксклюзивный обзор ого вот это я понимаю грудной шарнир не то что у барби йоги так треники тоже снимаем там черные труселя у нее такое интересное тело конечно можно подумать что это всего лишь татуировки посмотрите глава который ходит в разные стороны вот эта часть шеи на не поворачивается просто это отдельный грудной шарнирчик так прикреплялся причем грудной шарнир свободно ходит в разные стороны так не перепутать где перед где за есть дополнительные шарниры в плече как ощутимо сгибается шарнир в локте есть еще один шарнир над трусиками ножки и шарниры в коленях стопы сейчас оденем кисти тоже оденем очень интересно еще я заметила у нее на ушки три сережки прическа собрана в косы каждая косичка завязана резинкой и еще собраны хвост отсюда выпадают короткие прядки тела у мотеловских наташ без грудных шарниров есть локтевые коленные шарниры кисти собраны в кулачки покрашены их тела похожи на тело чудо женщины с 11 точками артикуляции бедра на резинке отдельно лежал костюм он необыкновенно тяжелый он наполовину сделан из ткани наполовину из здесь есть лаковые вставки лаковые или резиновые на ощупь не пойму и детальки из резины в общем надо одевать ее как это сделать ну в общем либо костюм так плотно на ней сидит либо она пока жила в домашней одежде немножко отекла миниатюрный замок который все-таки нужно застегнуть ты видимо выпила очень много воды так у меня все получилось так на ноги я не знаю что я одеваю это у нее оружие держится пояс сзади закрепляем это на ноги дополнительные патроны на руки так как мечи одеть как и хотеть они должны быть на спине в общем не проходит через голову мечи нам снимать голову но вот здесь у нее на спине мечи ботинки фух наконец-то конечно и очень тяжело одевать так все вставаете фотку а помните ваши стоп-моушен с пародиями любовная история халка и черной вдовы ссылка на видео будет в подсказке я вот думаю может мне сделать еще один конкурс со стоп-моушенами возможно кому то не нравится мой стиль распаковок но я не утаиваю от вас недостатков стараюсь полностью раздевать даже самые эксклюзивные экземпляры снимать головы и ставить над ними эксперименты поэтому пишите в комментариях ваши пожелания и критику с радостью прочитаю заходите в плейлисты чтобы не скучать всем пока пока и до новых встреч